Привет, друзья! С патча уже прошло довольно много времени, и теперь можно уже подробно пройтись по каждому новому предмету и разобрать их формате, зачем он на самом деле нужен. Я уже давал свое общее мнение по новым айтемам вот в этом видео, буквально в паре слов на каждый предмет. На самом деле, спустя месяц мое мнение только подтвердилось. Новые предметы и правда мало востребованы. Особенно обидно за Match Slayer. Этот айтем первый после нулифайера новый корпредмет в доте. А нулифайеру, извините меня, уже куча лет. И Match Slayer оказался чуть ли не худшим айтемом в патче. Ну, не считая мистического доминатора второго левела, который, правда, еще никто никогда не видел. Match Slayer не бесполезен. Это уникальный и интересный предмет, просто у него есть определенные проблемы. Их, я уверен, в будущем подправят, и айтем будут покупать. Поэтому сегодня разберем, в чем уникальность этого предмета, на каких героях его можно покупать даже сейчас, и в чем же причина его маловостребованности. Ну, давайте сразу к теме. Итак, 3400 золота. 20% Magic Resista, 20 ловкости и 20 урона. Пассивка предмета кидает дебаф на цель при атаке. Под дебафом способности противника наносят меньше урона, причем на много, целых 35%. В этой формулировке важное слово способности. Не только магия, а любой урон скиллов будет уменьшен. Например, шипы Бриселбека или стрелы Клинкза тоже уменьшаются. Не уменьшается только тот урон, что будет идти с руки от скиллов. Например, палка МК, даггер Фантомки, первый Пангальера, ульта Тускара, ну или, скажем, Вартвич Доктора. Все это не уменьшается. Также почему-то не уменьшается пассивка Некра, хоть это и магический урон. А также не уменьшается урон с Карапасией Нюкса, но в целом это не важно. Из интересного, Мейдж Лейер уменьшают урон с Дисперсией Спектры, а это как бы основной урон у этого героя. Ну и также уменьшается любой урон с предметов, Дагоны, Молнии и Зерел. Только МКБ не станет меньше бить, и Блдмейл тоже не станет. Это что касалось механики. Перейдем к статам. 20 Агилы, 20 урона и 20 Межик Резиста. Это все можно перевести в 40 урона, чуть-чуть брони, которая даже не считается, 20 сеток спида и фактически резист 50% с учетом пассивки, ну плюс-минус. Хорошие ли это статы для 3400? Ну, явно лучше, чем МБКБ, которая дает самые низкие атрибуты за свои деньги. Но если сравнивать с нормальными предметами, то не все так круто. Например, Диффузал дешевле за 350, дает 20 с ловкости, как и Мейдж Лейер. Но при этом еще 32 урона за счет Моноберна, то есть 52 дамажа в сумме, что больше. При этом как бы еще и Моноберна и Замедление есть, которые в бою очень помогают. Или взять Сашу Яшу. Она чуть дороже Мейдж Лейера, но делается намного легче и дает больше статов. Плюс Яша обеспечивает фарм почти всем керри, чего нельзя сказать про Мейдж Лейер. А самое главное, что и Саша Яша, это резист контролю, который помогает против Склова в БКБ, незаменимая штука в драке. Ну, или посмотреть на Дизолятор. Та же цена и в разы больше урона, а еще и пассивка для пуш-таверов. А у Башера дешевле на 500 голды. Супер сильная пассивка, которая полезна на любом Мейджичнике. Выходит, мы получаем предмет с средними статами, при этом без уникальных свойств для драки. Замедлять вы не будете, башить не будете, армор уменьшать не будете, фарм ускоряться за счет Муспида или Молнии тоже не будет. А в реалиях игры все эти свойства супер важны многим героям, каждому свое. Но вы можете сказать, подожди-ка, как-то нет уникальных свойств, а пассивка, это же куча резисток магии. Да, вы правы, давайте поговорим про нее. Но прежде чем мы это сделаем, небольшое отступление. Хотел бы рассказать вам про крупнейшую акцию, которая прямо сейчас проходит на одном из самых надежных букмекеров, Winline. Слышали вы когда-нибудь о фрибете? Фрибет это бесплатная ставка на любое событие, будь то матч в футболе, бускетболе или, например, в нашем случае в доте. Обычно букмекер требует с вас для начала пополнить баланс, чтобы дать возможность фрибета, но только не Winline. Winline отправляет на ваш баланс сразу 1000 рублей после регистрации по моей ссылке, а вы уже сами решаете, на кого поставить эти деньги, и в случае, когда ставка заходит, вы можете спокойно вывести выигранные деньги на свой электронный кошелек или карту без каких-либо дополнительных условий и ничего не теряя. В общем, настоящая халява. Кстати, Winline обладает российской лицензией, поэтому он надежен на 100%. Переходи прямо сейчас по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйся, скачиваем мильное приложение и получаю фрибет. Удачи! Итак, вернемся к пассивке мейчслейера. Как я уже сказал, вместе с резистом уменьшение урона будет почти 50%. Вот Winline бьет лагуны на 750 урона, а вот на 400 по цели с мейчслейером находясь под дебафом. Уменьшение суперсильное, куда сильнее, чем от пайпа и прочих резистов. Фактически вы становитесь антимагом, и убить вас магией в разы труднее. И получается, предмет-то неплохой, дает приемлемые статы, меньше, чем дизолятор или диффузал, ориентированный на урон, но больше, чем БКБ, ориентированная только на активку. При этом еще и пассивно дает кучу защиты. Получается универсальный предмет, наподобие кирасы, который и атаку улучшает, и броню. И таких в доте по факту очень мало. Так звучит на теории, но на практике все упирается в один большой минус, и это механика. Чтобы мейчслейер работал, вы должны ударить. Казалось бы, мелочь, но на практике это невыполнимые условия. Силы в доте обычно бурстовые, то есть, как обычно все происходит. Вам дают стан с блинка или с огромной рнджи, и прокаст от пара героев. Так происходит в 90% случаев, когда речь заходит про убийство с киллами. Почти все они скидываются в первую очередь в начале драки, и причем с огромной рнджи. Ударить противника вы сможете только, если вы переживаете прокаст, а тогда эффект мейчслейера уже будет не сильно нужен. Ну, а если вы нападаете на героя с магическим уроном первым, то, скорее всего, либо вы убиваете его за контроль, ведь у всех магов будут юлы, гасты, форстафы и без контроля никуда, либо вы это делаете в БКБ, чтобы не получить контроль от его команды. И в том и в другом случае, опять же, мейчслейер не сильно помогает. Проблема айтема в том, что он не делает ничего сверхполезного, кроме этого дебафа на минус урон. И если с дебафа вы не получаете кучи импакта, то и айтем бесполезен. Условно, если купить диффузал, у него есть и моноберн, и замедление, и урон. И если что-нибудь из этого не работает, не страшно, примерно то купится. Ну или молнии, если не убьют всех в драке, не страшно, они хотя бы фарм ускоряют. Мейчслейер же, если не дает импакта пассивкой, максимально бесполезен, ведь ничего другого у него нет. А импакт получить, и правда, сложно, особенно если речь про милишников. Им ударить мага быстрее, чем он скинет все свои скиллы, почти невозможно. Ранжевикам же это чуть проще, но все еще невыполнимо. На этом проблемы не заканчиваются. Есть и вторая проблема — конкуренция с другими айтемами. Для начала нужно ответить на вопрос, каким слотом мы хотим видеть наш слейер. Варианты либо первым-вторым после ботинка, третьим-четвертым после начальных айтемов, или пятым-шестым. Последний вариант, очевидно, отмитается. Статов у айтема слишком мало, и пятым-шестым слотом можно купить хоть скаде, хоть тараску. Что по поводу первого-второго слота? Звучит логично. Предмет не такой дорогой, но и на старте игры магия суперсильная. Проблема в том, что первым-вторым слотом каждый кейер-герой покупает себе что-нибудь для фарма. МК, молнии или аганим, тролль бф или молнии, джаггер бф, урсы бф, террор блейд может купить себе яшу и как можно быстрее манту. То же самое с лансером. Яша незаменима, да и диффузал никто не отменял. В общем, бфы, молнии, яши явно не двигаются. Купите матчслейер, будете без денег. Окей, а что если взять его чуть позже, после айтема автофарм, третьим-четвертым слотом? А там нас ждет БКБ, и БКБ это полная замена матчслейеру. Вы вряд ли будете брать два этих айтема вместе, ведь у БКБ статов мало, и у матчслейера их не слишком много. Плюс оба айтема не дают ничего в драке. Ни башей, ни замедление, ни куча урона, ни фарма. И на любом коре вы не можете позволить себе два важнейших слота в мидгейме без боевых эффектов. Обычно именно от третьего-четвертого слота и зависит игра. А когда вы покупаете оба предмета без боевых свойств, вы просто не можете бить. Но может ли матчслейер заменить БКБ? Скорее всего нет, не может. Даже если у врага ноль контроля, и все сводится с углубок урона со скиллов, механика БКБ в разы сильнее. Нажал и пошел драться. Не нужно выцеплять каких-то героев в суперпозиции, чтобы ударить их для дебафа. Не нужно выбирать цели. Все герои, по-моему, не наносят урона скиллами. Плюс БКБ можно нажать на реакции, и когда вас инициируют, это может вас спасти. Мейдж Леер же от такого не спасает. А если у противника еще и контроль есть, а это 90% игр, то БКБ точно не ве конкуренции. И выходит, Мейдж Леер просто не выигрывает БКБ на позицию третьего-четвертого слота. А ранними слотами он выигрывает по фарму Яши, Молниям и БФу. Но все-таки предмет в игре есть, и его кому-то покупают. Так что давайте разбираться. Да, даже сейчас иногда Мейдж Леер можно купить. Помните, с чего я начал? 90% магии наносятся с бурстом в начале драки. Но есть же еще 10%. Эти 10% это туннельный урон скиллов, который наносится не с огромной ренжи, а героями на передовой. Например, Лишак, Тимбер, Профетка, Бэтрайдер, Андерлорд, Бристлбек, Вайпер, Акс, Сенкинг, Пуч или Метр. Все эти герои сажаются в первых рядах и убивают скилами не с бурстом про кастом, а спамом скиллов в продолжительное время. Их легко ударить. И урон с их скиллов постоянный, а не только в начале драки. То есть пассивка Мейдж Леера будет всегда эффективна. Против таких героев наш плохой айтем уже не настолько плох. Есть и второй фактор в пользу Мейдж Леера, а именно особенные герои. Как вы помните, решающей проблемой стало то, что БКБ с Мейдж Леером вместе не купишь. Но есть некоторые герои, которые либо не покупают БКБ, либо не очень любят его покупать. Для них Мейдж Леер куда лучше смотрится. Например, очевидный Лансер. Он сейчас, пожалуй, единственный герой, на которого этот айтем можно увидеть. Лансер не покупает БКБ. И у него есть отдельный айтем билд через Диффуз, Мейдж Леер и Скади. В этом варианте не покупается Манта. Потому что вместе Мейдж Леер и Манта отодвинут Скади или Тараску, и у вас будет слишком мало хп. Поэтому такая сборка подходит в те ситуации, где не нужен диспел. Есть большое количество магического урона. Также есть Тролль. Его Аганим время от времени может заменить БКБ, если все противные скилы врага диспелятся. И если у противника нет кучи контроля, то можно обойтись Мейдж Леером, первым с лотом и Аганимом. Неплохо айтем смотрится на Манки Кинге, ввиду того, что МК может не бить рукой. И любой герой, которого заинет копия с ульты или с Аганима, или палка, получит дебаф. И это решает проблемы с ранжевыми магами. Любой, кто заходит в арену, наносит меньше урона. Проблема для МК в том, что слишком нужны молнии или бэв для фарма, а также Аганим. И только третьим айтемом, если нет опасного контроля, можно купить Мейдж Леер, иначе БКБ. Это, кстати, речь про Керри Манки Кинга. Смиды стоит сыграть более активным билдом, без молнии или бэфа, с ранним Мейдж Леером. Также выделим Марфа и Вивера. Они ранжевые и мобильные, и ударить любую цель для них не проблема. Поэтому против сугубо магического урона можно заменить БКБ на Мейдж Леер, вторым-третьим слотом. Все эти герои, которых я перечислил, покупают Мейдж Леер, дай бог, раз в 8-10 игр. И, как правило, БКБ всегда будет более надежным выбором. На самом деле, на любом герое купить себе БКБ и не запариваться с Мейдж Леером никогда не будет ошибкой. В этом и заключается проблема. Айтем планировался как замена БКБ в ситуациях, где нет контроля. Но на практике такие ситуации слишком редкие, и рисковать просто не хочется. Помимо перечисленных героев, можно пробовать Мейдж Леер на Сларке, Террор Блейде и Фантонке. Всегда как замена БКБ вторым-третьим слотом. Но, сами понимаете, играть на этих героях без БКБ это слишком рискованно. А также подходит Мипа. Все же БКБ он купить не может, и в играх против условного Лешака Мейдж Леер может быть единственным выходом. В целом, в какой-то вселенной теоретически можно купить Мейдж Леер на Эмбер Спирите для команды и выключать урон всем. Но, когда это делать, непонятно. Сам Эмбер не боится магического урона, только контроля. Поэтому БКБ вряд ли получится не покупать на этом героя. Плюс, если вы физический Эмбер, то каждая единица урона вам супер важна. И брать айтем с низким уроном слишком не хочется. Поэтому это пока что просто теория. В будущем, надеюсь, мы увидим реворк этого айтема. Вряд ли его будет просто апать. Цифры у Мейдж Леера и так хорошие. Я рассчитываю на реворк пассивки, чтобы пользоваться ей стало легче, и она защищала не только от Лешака с Тимбером, но и от магической инициации. Ну, а пока что имеем, что имеем. Предмет, который в целом можно не покупать никогда и оставаться правым. Если видео было полезным или хотя бы интересным, то оценивайте его лайком и канал подпиской. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Продолжение следует...